Всем привет! Снова стрим из Италии. И снова какой-то коротыш на то, чтобы мне немножко покурить и порисовать. Я тут в таком неформальном виде, потому что только что кончил из-за жара. И сейчас попробуем. По сути, я сейчас рисую, чтобы просто заполнять там элементы части моего скетчбука. Он такой большой, А3 формата. И я думаю, многие вы видели всю вот эту историю, которые происходят. И сейчас порисую какие-то простые формы, которые можно повторять и практиковаться. Это такая история. Это может быть история домиков или история просто прямоугольных форм. Я не знаю, что получится, но еще посмотрим. Может быть отсюда будет такой спуск. Перепад высот, потом перепад высот туда. И вот такая история. Здесь может быть дерево. И здесь может быть дерево. И здесь может быть дерево. И сейчас попробую набрать это все таким тенеобразованием. Особенность этого стрима, в чем заключается, в том, что я рисую без очков. Драматическая ситуация. У меня поломывались очки. И я не знаю, что с этим делать. Я привыкаю жить с глазами незащищенными очками. Это очень странно. Как вы с этим живете всех? Нормальные люди. Но мир стал почему-то немножко объемнее. Раньше он был более плоским. Вот такая штука. Здесь у меня крыша. И у меня есть время на то, чтобы покурить. И вроде у нас сейчас не идет дождь. До этого была жуткая жара. Вообще невероятная. И кондея в доме нету. И что? Как жить? Это было довольно трудно. Но вчера был дождь. Вот такой. Вау! Немножко пришлось отвлечься. Но я продолжаю эту тему. Рисование без очков. И таким образом набираю вот эту структуру большой формы. Падающие тени пока сюда не лажу. Прорабатываю теневые области у моих деревьев. Таким образом тут тоже будет какая-то история с кустами. О, я нашел лайфхак. Без очков хорошо рисовать, если смотришь на экран телефона, о котором снимаешь стрим. На бумаге для меня уже видно хуже. Но изображение у телефона есть некоторые отставания, поэтому не очень удобно, конечно. Нет, лучше смотреть на бумагу. Потому что прям чувствуется, как отстает камера. На какие-то миллисекунды. Но это не дает рисовать комфортно. Вот такая история получается. Так, мои ручки. Окей. И создаю здесь теневые зоны. По сути, я рисую тени. Ну, плюс немножко опорных линий для того, чтобы форма складывалась. Сюда-сюда. теневые пятна. Со мной нет сейчас моего такого жирного линера, почти маркера. К сожалению, я не взял его. Поэтому я не буду сейчас рисовать интенсивные теневые пятна. попробую сюда принести вот эти штрихи. Но не интенсивно. Посмотрю, что будет. хорошо бы принести оконные проемы. Но еще думаю. Ну, хотя, почему нет? дверной проем будет там. Тут оконная история. Такая странная история. Примерно пространство сразу же сформировалось. И без очков на самом деле прикольно. Потому что видно обобщенные формы. Я не вижу детали штриха, которые я делаю. Но я вижу обобщенную форму. Вы на экране, наверное, видите. Все хорошо. Но у меня немножко другая ситуация. Я вижу заполнение пространства черным. И не вижу деталей. Я не понимаю, рисую я их или нет. Вот так хорошо и плохо иметь плохое зрение. вот такая получилась пьяца. Здесь посередине какая-то история растительности. да, я думаю, что погрубей получился, чем обычно скетч. Ну, что делать? Теперь я вижу мир без стекол. Нужно к этому привыкать. сейчас я сделаю рамочку для этой истории, чтобы она выходила из моего хаоса, всяких набросков и жила своей жизнью. Рамочка это супер классно. Особенно, если у вас такая в скетчбуке проектная история. поэтому там может быть нарисовано очень много всего. И нужно, чтобы скетч отдельный обращал как-то на себя внимание, чтобы на него было замкнуто внимание. И рамка идеальна для этого метода. Такая легкая графичная история. На выход покурить. Мой обычный арт-фитнес. Кто-то ведет здоровый образ жизни, а я использую это время для того, чтобы делать себе прокач. Я думаю, я не делал бы всю эту историю столь интенсивно, если бы не выходил курить. Такова жестокая правда жизни. Я бы ленился, наверное, так же, как с изучением итальянского. Вот такая история. И это был такой коротыш. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Кичиген Эдуард, и всем чоу-чоу. Пока-пока.